Стартовый свисток уже прозвучал, Амкар сегодня в выездной форме играет в бело-черных цветах. Том в домашний зеленый, Гнатович с мячом на правом фланге. Несколько серий обманных движений и пас по флангу, но Фибил свою позицию уверенно занимает и Коломейцев мяч перехватывает. Юрмальский Спартак. Ее результативность в чемпионате Латвии демонстрировала отменную. Средняя результативность. Один гол в двух матчах. Вот так вот себя проявлял Ганец. И... Здесь Гранат все прочитал, но и, откровенно говоря, туда вряд ли успевал Кирилл Панченко. Снова отбирают и мяч и мяч. Причем Гранат. Против Миланова не сумел обыграть один в один соперника. Игнатович, как всегда, многожильный. Сумел в окружении... ...загранатом сыграет. Далее перевод в середину пуля. Слишком читаемый. Там Башкиров. А здесь не Хайчик. Игнатович и можно же сыграть направо на Панченко. Туда и следует передача Панченко. Штрафной удар прямо в Габулова. За счет скоростных качеств Панченко и Гнатовича, может быть, за счет ускорения Галенды создавать эпизод. В статичном нападении, конечно, у Томи не очень много шансов. Только если будут позиционно ошибаться игроки Динамо. Галенды. Галенды. Пришел гранат. Пришел гранат. Немножко поднимется. Именно по очкам, а не по месту, занимаемому в таблице Панченко. Но стоит отдавать себе отчет всем, что все-таки во втором. Во втором. Газинский. Очень здорово. Передача на Виталия Калешина. А вот тот далеко. Меч отпускает. В итоге Павел Игнатович начинает контратаку Томской команды. А что здесь? Не было ли нарушения правил? Похоже, что по мнению Арслана Бекова нет. Марсио. Гранд квест. У Марсио был дефицит временем. И он не сумел сделать точный пас. Направил мяч в точном итоге Павлу Игнатовичу. Прессинговал. Марсио Евгений Башкиров. Не сумел Муришана обыграть. Тут дважды у него мяч выбил. Юнджейчик. Подача. Виталий Калешин пытается пробить поворотом. Не дают ему это сделать. Вандерсон преследует его ее раны. Марсио. Какой футбол пошел напряженный после того, как той вышла вперед. Вперед. Вот по количеству фолов. Я думаю, что имеете шансы стать номер один в туре встречи Анжи. Тот. Панченко снова обыграл соперника. И пас. Хороший Портнягин. 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 Атака. И 2-0. 2-0. Забивает Томми. Отличился Михаил Кам. Михаил Кам. Томми сподобилось забить по два мяча в этих матчах. У Рубина же один раз была голевая феерия. Это последний на сегодняшний день победный матч. Матч против Анжи. 5-1. Еще раз три мяча и два мяча сбивала команда Курбана Бердыева. Но все это было с 2003 года, да? И 2-го. Ну, не важно. В общем, уже солидный срок, сами понимаете. В первые, после 16 туров, всего лишь 17 очков, покопался достаточно глубоко. И худший показатель до этого был в 2004 году. 19 очков было. 5 очки в чемпионате, добыв первую для себя победу в Казани в матче первого круга. Затем был домашний успех против «Волги». Были ничьи с «Локомотивом» в гостях истериком дома. И победа над «Локомотивом» и «Локомотивом». Рубин набрал лишь 5 очков. 1 победа, 2 ничьи, 5 поражений. У Томми же набрано 11 очков с тех пор. 3 победы, 2 ничьи и 3 поражения. Удар! И где мяч? Неужели он нет? Нет, он не в воротах. В воротах. Когда делать придачу Портнягин в мячом, очень много двигается. Игорь Портнягин. И сейчас вот в эти минуты один из лучших на поле. Хорошо играет Тагматович, оставляет мяч. Голышев, Голышев сражается. Очень внимательно сыграл. Голышев, посмотрите, еще раз. Сначала голышев бьет пятка, затем уже разворачивается и бьет в ближний угол. Можешь на месте. Новая атака. Ванченко. Передача. Подача Игнатовича. Удар воротом. Да, вот так. Да. И уже не в первый раз он обрезает свою команду. Да, много неточных передач. Классный средал Самедов. Шишкен. Ну и опять же, очень спокойно в обороне работает Дейседо. Убровки получает мяч. Игнатович возвращается. Пытается отработать в обороне Шишкен. Поймал, поймал. Самедов. Одного прошел. Второго нет. И вот Игнатович перехватит. Какой? Какой? Убинга. 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 Игнатович перехватит. Матяш. Фредеф. Снимание. Убинга. Дышка. Убинга. В straightaway. Сосредоточиться на том, чтобы отступить к своим воротам. Ну и сейчас подача последует неизбежно. Тут неизбежно. Здорово, здорово идет Игнатович по левому флангу. Подача в тростную. Но вот здесь, конечно же, Игнатович не происходит. Константин Васильев. И... И удар поворотом. 1-0. Амкар выходит вперед.